Открытое письмо главе города Николаю Гречишникову адресовали жители третьего микрорайона. Его суть – незаконная сортировка и сжигание мусора рядом с жилыми квартирами, школой, детским садом на территории предприятия БОС. Поручение разобраться и проинформировать было дано сотрудникам Госадомтехнадзора. Вместе с Павлом Ремпелем в путь отправилась и наша съемочная группа. Скажем прямо, то, что мы видели на фотографии, сделанной накануне заместителем начальника территориального отдела номер 37 Госадомтехнадзора Московской области Павлом Ремпелем, на предприятии мы не обнаружили. Вот этот случай, то, что мы сегодня пришли, здесь уже все чисто, убрано. Я не знаю, с чем это связано. А когда же был я в четверг, да, те сведения, что мне сообщили граждане, подтвердились полностью, абсолютно. Ну, будем и далее пристально смотреть на данную организацию до тех пор, покуда она здесь существует. Территория хоть и была убрана и мусор вывезен, но состояние ее совсем не соответствует названию предприятия благоустройства, очистка, озеленение. Склад старых автомобилей, жижа под ногами и запах. Правда, сами сотрудники компании признались, что не ощущают его. Видимо, привыкли. За содержание территории данная организация не один раз привлекалась к административной ответственности в виде штрафных санкций. Причем, должен отметить, что штрафные санкции не маленькие, а весьма серьезные, даже для организации. Что касается текста открытого письма и претензий жителей, руководство компании БОС согласилось практически со всем, кроме обвинений в сжигании. Элементарный вопрос, если кто-нибудь сжигал у себя в огороде ведро мусора, кто-нибудь видел, какой дым после этого стоит? Ну, а если наши объемы, грубо говоря, даже маленькую машину зажечь, что здесь будет? Это и нет такого факта. Согласен с Андреем Ефимовым и Павел Ремпель. И организовывались здесь совместные проверки и с прокуратурой города, с администрацией города, с другими надзорными организациями. Мест сжигания никогда не выявлялось здесь. По поводу же складирования мусора, заместитель начальника Госадомтехнадзора был категоричен. Никакая организация, даже мусоровозящая, не может и не имеет права, и не должна складировать мусор даже временно, пускай на период одного-двух рабочих дней, независимо от каких-либо технических условий, либо работы полигона. Что же случилось в те несколько дней или часов, когда мусор складировался на территории предприятия, прокомментировал генеральный директор компании БОС Андрей Ефимов. По этому обращению, может быть, сам факт этого был у нас. Сам факт был по техническим причинам в связи с закрытием основного полигона, который расположается, лежащий к нашему округу, это Хметьево, который закрылся где-то с 25 октября. То, что там жители увидели, да, этот факт имелся. Ну, это буквально вопрос мы решили там в течение суток. Здесь образование ТБО, наверное, было где-нибудь, ну, не знаю, Кубов-20, может, да, Кубов-20, может, где-то было. Этот вопрос мы решили, заключили договор уже с другим полигоном, хотя он находится гораздо далеко. Это примерно у нас выходит где-то один полигон Ядрово находится 135 километров от нас. Второй в нашем полигоне в районе Клина находится. То есть они вам сочли? Нет, перед фактом никто не ставит. Мы стараемся это предотвращать, эти вопросы. Сейчас планируем докупать дополнительную технику, которая будет, большегрузная техника, с которой можно транспортировать на дальнее расстояние. Кроме того, компания рассматривает вопрос о выносе предприятия за пределы имеющейся промышленной зоны. Находиться здесь в центре города – это неразумно. Но это не совсем все от нас так напрямую зависит. Есть многие факторы, и финансовые в том числе, чтобы приобрести определенную территорию. Тоже надо больших вложений иметь. О сроках пока говорить рано, да? О сроках пока рано, но будем искать территорию аренды, где это позволяет для нашего производства. Ну а пока Андрей Ефимов подписал уведомление о вызове для рассмотрения дела об административном правонарушении. К 9 часам я вас вызываю для рассмотрения дела об административном правонарушении о складировании бытовых отходов на территории предприятия. Административный штраф вам гарантирован. Поскольку на момент вынесения постановления дела об административном правонарушении признаки правонарушения уже устранены, это будет учитываться как обстоятельство, смягчающее вину за данное правонарушение. Ну а дальше посмотрим. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков для программы Акцент.